По поводу продвижения сайта, снято уже нами много видео, другими SEO-шниками снято также куча роликов, вы можете найти их, и многие ролики рассказывают, как правильно оптимизировать сайт, уделяют внимание техничке, и очень важно уделять внимание, как правильно заниматься контентом, как писать качественный контент, но фокус в том, что никто толком не рассказывает, как действительно по-белому нужно делать ссылки. Я снимал видео про серые методы продвижения, с этим видео вы можете ознакомиться, также я бы хотел сказать, что есть куча методов про черное SEO, у нас на вебинаре проходили методы чернейшего SEO, мы тоже их разбирали, показывали, как они работают, для каких целей они используются, то есть мы разбирали разные методы SEO. Как говорил Микоил Шакин, серое SEO-билет, белое SEO-серею, но существуют реальные белые методы, такие пушистые белые методы, которые до сих пор работают, и многие SEO-шники сходятся к мысли, что даже поисковик ничего не может по этому поводу сказать. Сегодня я разберу самые популярные белые SEO-методы, которые популярны за рубежом, также какие применяются у нас, и, конечно же, постараюсь все-таки аргументировать, почему они действительно являются белыми. Не забывайте подписаться на наш канал, потому что у нас много выходит интересного контента, и в этом видео мы разберем белые методы продвижения сайта, и упор будем делать непосредственно на линк-билдинг. По мнению поисковиков, ссылки на вас должны стоять естественно, ну то есть существует естественное правило получения ссылок. Разберем самый банальный пример. Например, у вас есть сайт, он содержит на себе некий ваш авторский контент, но какой-то фрагмент контента вы откуда-то взяли. Допустим, процитировали чью-то публикацию, где-то чей-то пост. Что вы обычно делаете? Вы вставляете, допустим, либо скриншот этого поста с ссылочкой, где вы его взяли, чтобы подтвердить, что он не сворован, не нарисован в фотошопе. Либо вы вставляете его в виде эмбет-кода, то есть сразу с ссылкой на пост, многие соцсети так интегрируют, или вы уже делаете классическую ссылку на сайт, где вы взяли и как сообщил то-то, то-то, да, и текст. Если вы хотите процитировать текст полностью, вы его оформляете как цитату. Ну то есть в принципе это самый такой типичный белый метод цитирования. И поисковики к нему относятся максимально лояльно и ссылки такие считают максимально полезными. То есть условно говоря, как, допустим, исследование сделал SEO Quick, словом SEO Quick ссылайтесь на исследование, про которое вы говорите. То есть вы не анкорите слово исследование, вы анкорите слово SEO Quick. То есть как сообщает SEO Quick, вы ссылаетесь туда, куда, что он конкретно сообщает. Это и есть пример белой ссылки. И сейчас мы разберем классические методы получения таких вот белых ссылок. И конечно же мы начнем с самой известной техники, про которую писал Брайан Дин на куче своих постов. Это техника небоскреба. Данную технику предложил Брайан Дин в 2016 году. И он ее рассказывал, как он увеличил трафик практически вдвое за 14 дней. Техника заключалась в очень простых вещах. На самом деле вот ее очень грамотно расписали в блоге Ahrefs. Да, то есть она заключается всего лишь в трех вещах. Вы должны найти кусок контента, который содержит огромное количество внешних ссылок. Ну и он соответственно должен находиться в топе. Ну либо не в топе, но на него приходится огромное количество внешних ссылок. Как это сделать? Зайдите на конкурента, посмотрите его страницы и посмотрите Best Buy Links в отчете в Ahrefs, которые собирают больше всего ссылок. Выловите эти страницы, посмотрите какой там контент. Конечно же постарайтесь создать что-то лучшее. И конечно если вы можете. Брайан Дин собственно так и сделал. Он нашел контент, про который рассказывал в своей стратегии. И по запросу видео SEO увидел контент, выдачу, написал свою статью, как делать оптимизацию видео и попал в топ. Собственно между вот этими моментами до попадания в топ и созданием контента была проведена определенная работа. И работа заключалась в том, что когда вы создаете гораздо лучше, оно должно быть гораздо лучше, чем тот контент, на который идут ссылки. Затем нужно взять список доноров, которые размещают ссылки, узнать их e-mail и конечно же написать им, что да, вы прочитали классную статью, она действительно хорошая, но у меня есть статья гораздо получше. Для удобства можно сделать даже, что эти статьи будут писать не всегда вы, но и другие люди. Этот момент можно чередовать, здесь есть куча трюков в Outreach, но суть заключается в следующем. Ваша цель сообщить владельцу площадки, что контент, который вы создали, лучше, чем тот, который находится в топе и имеет громадное количество ссылок. Техника Скайскрепер Техник, она довольно-таки долгая и результативность у нее не такая высокая. Но если вы получите хотя бы хорошую часть ссылок, ну хотя бы процентов 20 от возможных, это уже сильный сигнал и вы можете реально выйти в топ. Конечно же, вы должны понимать, что те, кто находится в топе, у них обычно в три раза больше ссылок, чем у того, кто находится на втором месте. Поэтому техника Небоскреба, она до сих пор жива, до сих пор работает, требует, конечно, усилий на Outreach, на E-mail и, конечно же, на создание контента. Но, как говорится, если его не создавать, то ссылок попросту не получить. То есть, если вы хотите получить ссылки на какой-то качественный контент, изучите тот, который уже получает ссылки и постарайтесь сделать лучше. Собственно, и идея Небоскреба, ваш Небоскреб выше, чем у предыдущего. И целиться нужно только на те страницы, которые, конечно же, являются магнитами для ссылок и про которые могут написать соответствующий контент. Следующая стратегия, о которой мы поговорим, она работает только, если вы поймете вообще принцип работы интернета. Конечно же, ссылки многие люди оставляют в постах, где-то в сообщениях, где-то в статьях они могут встречаться, как угодно. Люди могут оставлять любые ссылки. И, соответственно, если часто люди оставляют ссылки, есть вероятность, что контент, который на них был, он является полезным. На самом деле, так оно и может быть, потому что многие сайты со временем удаляют свои страницы. По разным на то причинам. Могут сайты целые уходить. То есть, могут удаляться отдельные страницы, переписываться контент, меняться URL, но не делаться редирект. И на самом деле, такие страницы могут быть. И такие ссылки выловить довольно-таки важно. По одной простой причине. Вы же можете взять этот контент, адаптировать его под современный формат и, конечно же, выложить у себя на сайте. И затем собрать по той же принципу, как вы делали работу с техникой небоскреба, написать владельцам площадок, которые битые ссылки, сказать, что вот у вас здесь ссылка битая, я вот нашел рабочую. И прислать рабочую ссылку на то, что вы заменили. И, конечно же, человек заменит ссылку, потому что у него в контенте, если это является не в user generated контенте, не в созданном пользователем, а в телепоста, то, скорее всего, ссылка будет заменена. По одной простой причине, ну, она же там была проставлена с какой-то целью. Что это может быть? Чаще всего это могут быть ссылки в списках, ссылки в каких-то публикациях, в инструкциях. То есть, вот если такие вещи удалены, их охотнее заменяют. Конечно же, если ссылка чисто коммерческая, никто ее заменять не будет. И в реалиях СНГ, к сожалению, такой метод работает очень плохо. Ну, потому что гайды редко кто нормальный пишет. Это разве что в сфере IT, вот действительно там это возможно. В других сферах слишком сильна покупная составляющая ссылок. И многие битые ссылки могут являться просто ссылками на старые там какие-то компании, которые когда-то покупали ссылки на биржи. В Рунете этот метод работает тяжело. Но если подумать, в будущем я подозреваю, что он будет работать довольно-таки неплохо. Старайтесь выкапывать хороший качественный контент. То есть, это что-то вроде выкапывания археологических раскопок контента. Как искать контент, который удалили? Конечно же, есть для этих целей очень неплохой сайт. Первое, что вам необходимо будет установить, это плагины типа как CheckMyLinks. Аналогов плагинов много. На самом деле, вы можете найти множество любых других, которые умеют выводить ссылки. Но прелесть этого плагина заключается в том, что он может искать ссылки. То есть, искать битые ссылки. Мы возьмем пример нашей статьи, на которой есть куча ссылок. И, конечно же, сейчас их проверим через плагин CheckMyLinks. И именно с этой целью этот плагин и создается. Он позволяет найти на сайте сразу кучу битых ссылок. Мы сейчас обновим страничку и запустим плагин. Вот он уже видит, сколько неправильных ссылок. То есть, сколько можно увидеть ссылок, которые по каким-то причинам не работают. И, соответственно, потом нужно будет их посмотреть. Они будут подсвечены красным. И, конечно же, можно будет уже, фактически, если бы это был бы пример сайта, который вы изучаете, вы увидели бы битую ссылку, посмотрели бы, какая она. И, соответственно, мы бы посмотрели, куда она ведет. Если это ваша битая ссылка, то, само собой, вам повезло, вы угадали. То есть, вы можете создать контент, который может найти этот сайт, перейти по этому сайту, посмотреть, что там было, восстановить этот контент у себя и сказать, друг, у меня есть этот контент, а тут у тебя страничка убитая. Я нашел такой специфический пример, как вы видите. То есть, вот он, собственно, и отвечает. Единственный момент, почему-то битые ссылки сейчас не видны. А вот они, собственно. Вот они, выводятся, 403 ошибки. Но 403, это не 404. Тоже важно понимать. Это значит, что к ним попросту нет доступа из этой страны. То есть, скорее всего, это такие. Если будет же 404, то значит, контент действительно удален, и с ним нужно работать. Вот хабстав, например, уже нет. То есть, ссылка уже не рабочая. То есть, при попытке перейти, она уже выдает ошибку. Почему-то даже редиректик выдает ошибочку. Сам хабстав не работает. То есть, его явно нужно заменять. Вот, то есть, если бы у вас был бы портал, сказали бы, ой, добавь меня, у тебя тут портал не работает, ссылочка не работает, добавь, пожалуйста, вот эту ссылочку. Но, еще раз говорю, с агрегаторами вот такого плана это может не сработать, а там, где вы ссылаетесь на какие-то инструкции, на какие-то обзоры, и там находите битые ссылки, работает. Поэтому, однозначно нужно использовать сервисы типа скрипбокса для сбора выдачи, изучение выдачи и прогон внутренних страниц на этих ссылках в этой выдаче, для того, чтобы найти, где из них битые ссылки. Поиск битых ссылок можно делать через Screaming Frog банально, то есть, вы можете скормить список страниц и посмотреть, какие битые ссылки там будут найдены. И уже сформировать список битых ссылок для того, чтобы понять, какой контент вам нужен. Вы можете воспользоваться сайтом веб-архив и непосредственно его посмотреть. Поэтому мы сейчас посмотрим вот на этот Hubstaff.com, зайдем сейчас в веб-архив и, конечно же, посмотрим, а что же это был за сайт. То есть, условно говоря, если бы это был не сайт, а, например, мы бы изучали какой-то другой контент, мы бы посмотрели вообще, что это такое. То есть, на самом деле, вот мы сейчас зайдем и посмотрим на снэпшот этого ресурса. То есть, если бы это была бы статья. Метод в целом основан на таких вот простых задачках. Единственный момент, вы должны понимать, что не всегда у вас будет возможность, ну, как говорится, восстановить контент. Потому что иногда некоторые статьи, ну, совсем ведут на нетематические ссылки. Это вы должны понимать. Но если вы хотите получить ссылку с этого портала, подумайте, может быть, вы сможете этот контент втиснуть в рамки контента своего ресурса. Поэтому метод битых ссылок, он хорош тем, что он позволяет найти огромное количество идей для создания контента. Но и плохо тем, что не всегда контент может оказаться релевантным вашему сайту. Как вы видите, веб-архив пока работает плохо, но, может быть, откроется. Ну, работа с веб-архивом действительно довольно-таки кропотливая. Выкачивание, изучение контента, который был удален, отнимает много времени. Поэтому этот метод я бы отнес ко второму, потому что он сложнее, требует больших усилий. Хотя кажется более очевидным. Но, как я говорил, в реалиях Рунета он не всегда работает. Потому что из-за того, что ссылки большинство покупные, они редко действительно реально рабочие оказываются. В то время как метод небоскреба может действительно сработать, если вы создадите контент, который будет. Ага, вот он, собственно, вот и был этот сайт. Как он выглядел. Теперь его больше нет. Едем дальше к следующим стратегиям. Следующую стратегию, которую выделяет Брандин, это, конечно же, исследования. И здесь я могу сказать одно. Исследования это действительно хорошо. Потому что если вы занимаетесь какими-то большими исследованиями своей ниши, и вы их создали, и они действительно большие, вы можете разместить основное исследование на своем сайте, а сделать рефераты вашего исследования и разместить его в специализированных изданиях. Чаще всего это издания не общего СМИ, не региональные СМИ. Это тематические СМИ. Где-то за пресс-релизы придется, конечно же, заплатить, но, конечно же, исследования, они порождают потом волну дополнительных публикаций. И поэтому исследования действительно интересный формат. Я за все время сделал только два больших исследования. Одно посвященное исследованию CTR в поиске, мы анализировали в прошлом году. А второе это продвижение этих медицинских сайтов. И в медицинских сайтах я выловил то, что реально до сих пор работает. И фактически за прошлый год многие трюки работают до сих пор. И это исследование фактически явилось кейсом для продвижения любого медицинского сайта. Вы можете с этим исследованием ознакомиться на ссылочках в описании. Но исследованиями аутрича я не занимался, хотя действительно каюсь, нужно это сделать. Исследование, к сожалению, аутричить сложнее, потому что в целом площадки, которые примут, количество с площадок, возможно, очень ограничено. И, скорее всего, вам придется с усилиями получать эти ссылки. Но исследования очень хороши, если они есть у вас, потому что для вашего блога они являются очень полезным стимулом. Следующей стратегией я бы, конечно же, назвал гостевой постинг. Да, гостевой постинг является своеобразным белым SEO, которое чуть-чуть выглядит серым. Но оно белое, потому что добро на ссылку дает сам владелец площадки, размещая ваш контент, если он ему подходит. К сожалению, гостевой постинг скоро превратится в классическую работу со средствами массовой информации, где владелец площадки за любую публикацию просит денег. А это исследование по поводу гостевого постинга делал я Хревс и считал, сколько стоит гостевой пост в США, и стоимость его варьировала от 50 до 500 долларов. Поэтому сказать, что гостевой постинг – это все белое, пушистое и бесплатное, к сожалению, не так. Но я могу сказать одно, в гостевом постинге работают несколько вещей. Первое. Вы должны создать хороший контент, на который не стыдно будет сослаться. Это раз. Второе. Да, второй этот контент должен быть только у вас и ни у кого другого. То есть, контент, на который будете ссылаться, желательно, чтобы был авторский, а не рерайтом. То есть, постарайтесь изложить свои мысли, свои идеи, свой гайд, свой взгляд и свой опыт. Очень важно уделить внимание опыту. Третий момент. Обязательно изучите туда, куда вы планируете писать. Потому что, если вы будете писать про что-то, что уже у автора есть в блоге, он этот контент не примет. Логично. Каннибализация, плюс у него уже есть такой контент. Четвертое. Когда предлагаете контент, постарайтесь найти то, где у него не хватает контента, но не совсем оторванный от реальности. То есть, если он занимается контекстной рекламой, не предлагайте ему SEO. Ему это неинтересно. Ему вообще неинтересно. Его аудитория это читать не будет. Поэтому, очень важно, найдите дырку в его контент-плане, где он что-то пропустил и постарайтесь именно это предложить. Собственно, четвертых получается. Убедите то, что эта тема трафиковая и интересная, и ему вы сможете ее написать. И что у вас есть в этой сфере опыт. Что вы проводили подобные исследования. То есть, должны реально сойтись звезды. Ну и пятое. Площадка, которую вы пишете, не обязана быть очень крутой. Это может быть средняя площадка и может быть даже хуже, чем ваша. Но особенно заключается в гостевом постинге то, что крупные, скорее всего, вас не возьмут, так называемые акулы. А щуки и караси послабее, конечно же, с удовольствием примут ваш контент. Вот и с ними нужно работать. По поводу аутрича и гостевого постинга. Анатолий написал шикарную статью. Советую ее обязательно почитать. Там рассказана более детально эта механика. Гостевой постинг принес нам огромное количество ссылок. Мы получили более 150 доминов с гостевых постов. До сих пор многие гостевые посты приносят нам ссылки и приносят, конечно же, трафик. До сих пор они находятся в органике, в поиске, в топах и приносят хорошее количество переходов. Хороших целевых переходов. Моя статья «Гайд по ключевым словам» до сих пор передает переходы на SEOPic.ru. Ну и, конечно же, перейдем к еще методам, которые не рассказывал Брэндин, но они реально рабочие и действительно являются белыми. Самый простой метод построения ссылок на ваш ресурс – это, как ни странно, сайты, которые сохраняют информацию у вас как об организации. Да, это так называемые каталоги предприятий. Как бы вы ни говорили, что прогоны по каталогам – это серые. Прогоны – да, но ручная регистрация, регистрация в самых топовых каталогах, у которых есть трафик, у которых есть видимость, она, конечно же, важна. Как проверить видимость и трафик справочников организации вашего города? Покажу сейчас на простом примере. Для этих целей мы зайдем в Google и, конечно же, в Google в объем «Справочники». Допустим, вот у вас будет аптека. Вот мы получаем список сайтов, где размещены справочники Одессы. Вы видите, привычный дубль ГИС. Для удобства настройте себе в Google, чтобы отображалось 100 результатов поиска. То есть, соответственно, это в настройках поиска. Вам нужно непосредственно в расширенном поиске настроить. Здесь вам нужен город, собственно, все, и в настройках самого поиска, где вот тут она у нас, так, собственно, настройка поиска, так, это история поиска, то, что мы искали. В настройках поиска сделайте, чтобы выводилась соточка результатов, то есть большой список. Проверить, сколько их всегда можно, посчитав, либо при помощи специального плагина, который позволяет там поставить номера у выдачи. То есть, вот у нас вот. Сейчас 53 организации, которые мы нашли. Не все из них являются справочниками, но почему бы и нет. И, конечно же, справочники аптек мы возьмем, конечно же, в кавычки. Посмотрим, сколько их окажется. А, нет, справочники организации аптек. Так, электронный справочник Хартикова. Так я вижу, что так она и ищет справочник. Вот уже получше. Вот мы видим, хотя так выводится тоже аптеке. Справочник организации аптек. Вот, уже выглядит справочник похож. Справочник выходит так. Почему-то российские сайты выводятся, но мы выводим список листингов. В целом, мы вернемся сейчас, как сохранить результаты. Мы используем специальный плагин, который сохраняет все наши ссылки. Мы заходим в Excel и сохраняем результат. Делаем то же самое для другого запроса. И, конечно же, сохраняем выдачу. После этого мы должны будем удалить дубли и поработать непосредственно с трафиком этих страниц, которые мы изучили. Итого, первое, что мы должны проверить, это, конечно же, не попали ли сюда аптеки. Справочник предприятий, справочник организаций – это нужные нам запросы. Поэтому мы на них и ориентируемся. Предприятий – вот то, что нам попало. И, конечно же, организации. Вот они у нас попали. Третье, что, конечно же, нам нужно, да, это, конечно же, слово справочник аптек. Их всего две попало. И, допустим, карта тоже подойдет. Как вы видим, тоже есть. И здесь вот вы можете увидеть, что, в принципе, потихонечку попадают там всевозможные другие сайты. То есть, вот где выводятся организации, там уже вот непосредственно в description. Иногда бывает, что в title не помещается слово справочник, поэтому оно попадает в description. Тоже важно вот высеять отсюда. Вот. И вот здесь это организации. Итого, что вы получили. Вот, если вы собрали вот подобный список, ваша цель – проверить его, как говорится, трафик. Вот, я сейчас отсортировал. Теперь наша задача из этого списка. Вот все, что мы нашли. Остальное просто можно сейчас удалить. Понятно, что есть больше аптек, но наша цель их удалить. И, конечно же, наша цель – померить их трафик. Для этого мы воспользуемся нашей утилитой, которая умеет конвертировать урлы в домены. Потому что ваша цель – проверить домены. И, конечно же, оставляете только HTTPS, оставляете вот ваши домены. И теперь вот мы смотрим. Вот домены. Нажимаем, копируем их, заходим в Ahrefs. И в Ahrefs переходим непосредственно в Batch Analyze и проверяем их. Ваша цель – посмотреть, какие домены действительно требуют внимания. То есть те, у которых есть органика, те, у которых рабочие, у которых хороший рейтинг, они не являются мусорными. Поэтому, конечно же, не нужно размещаться просто где попало. Размещайтесь там, где есть реальный органический трафик. В противном случае это бесполезно. Как вы видите, да, тут есть Википедия, Работа, Дубльгиз, Думска, Ю-Контрол. То есть есть список организаций, где можно себя разместить. И не требует это никаких сложностей. Просто взяли вот этот список, скачали и зарегистрировали себя. Вам не нужно ничего другого делать. Вот есть справочники, которые имеют трафик. И вы видите, если трафик уже сходит ниже тысячи, возможно, это под вопросом. Но я считаю, что ниже 300, это уже считаются слабые каталоги, в них можно попросту не размещаться. Метод простейший, показывает прямо картинку выгодности размещения. Да, у некоторых сайтов может оказаться низкий домен рейтинг. Но, как вы видите, например, вот у этого сайта большой трафик. То есть у него огромное количество переходов есть, да, то есть он занимает топовые места. Казалось бы, при мусорном своем действительно таком рейтинге по хревсу. Всего чего на сайтах с каталогов не всегда ставят ссылки. Почему? Потому что доменный рейтинг рассчитывается тоже по своим алгоритмам. И, например, вы увидите, что есть всевозможные сайты, где находится организация, могут иметь очень низкие рейтинги. Поэтому сказать, что там показатель высокого рейтинга, да, не всегда, ну, там, хороший знак. То есть иногда важно, что действительно у этой площадки есть хорошая органика. То есть я смотрю в первую очередь на органику, и это является действительно белым показателем. Конечно же, выбирайте тематические, потому что если мы размещаемся в Одессе, ру-сайты нам попросту не нужны. Нас интересуют только юа-сайты и, конечно же, ру-сайты. Если вы видите сайты не тематические, как JoinUp, в которых попал туроператор, скорее всего, вам он не нужен, поэтому его попросту пропускаете. Но партнерскую ссылочку, например, можно, конечно же, на нем и разместить. Как вы видите, с каталогами не так уж все и сложно, просто нужно грамотно выбирать нужные и размещать себе там. Без каталогов реально эффект хуже. Мы проверяли, если их не размещать, то, соответственно, сайты продвигаются гораздо слабее. Все-таки это показатель EAT, E-mail. Собственно, если вас нет в справочниках, Google, скорее всего, считает, что ваш сайт, возможно, мошеннический, либо не представляет никакого интереса. Поэтому справочникам с высоким рейтингом я бы доверял в первую очередь. Еще очень необычным методом линкбилдинга является поиск методов ссылок, которые не используют конкуренты полноценно. Это может быть действительно очень необычно, потому что вы можете проанализировать каждого вашего конкурента, изучить, как он получает ссылки, найти общие, где ссылки все они получают, вы увидите, да, они все здесь работают. Но увидите, что какой-то один конкурент пробовал это направление, другой пробовал это направление, третий пробовал еще одно направление, но не дожал его. Именно вот здесь и подключаются ваши работы по белому SEO по изучению этих методов. И, конечно же, желательно усиление одного метода линкбилдинга, который не используют ваши конкуренты. И сейчас я скажу как пример, это, допустим, размещение ссылок на вакансии. Самый простой вариант на работать много ссылок. Например, создать у себя раздел с вакансием, и вы часто ищите себе людей на работу, на какую угодно, на временную работу, на постоянную работу. И вы можете на сайтах поиска работы, а действительно много, спарсить их, как я спарсил сейчас, допустим, те же сайты по справочникам, создать, соответственно, себе задачу разместиться на сайтах поиска работы. И это действительно окажется рабочим методом. И фактически прокачает ваш сайт хорошими тематическими ссылками. Почему тематическое? Потому что они-то ссылаются на страницы поиска работы. И действительно говорится, что да, ваш сайт действительно ищет людей, ему не нужны. И поэтому люди будут переходить по этим ссылкам, смотреть и отправлять вам резюме. Резюме, соответственно, трудоустраивается. Понятно, что это не клиенты, но все же аудитория будет переходить на сайт, и Google будет видеть, что сайтом пользуются. Да, это такой специфический метод, он является вполне себе белым, да, но его, как говорится, это тот белый метод, который может действительно сереть. Потому что можно переусердствовать и, соответственно, набрать кучу ссылок и превратиться вообще в сайт поиска работы. И, конечно же, методы получения ссылок, которые являются белыми, я хотел бы сказать, это так называемые социальные программы. Про социальные программы Scholarship у нас снято не одно видео, а много видео. Написан большой кейс, все ссылочки по Scholarship оставим обязательно в описании. И самое важное, я хотел бы сказать, что не только один бывает Scholarship. Например, вы можете после проведения этой же соцпрограммы написать новость, что вы наградили какое-то количество студентов, и разослать эту новость по изданиям. Конечно же, издания захотят денег, никто бесплатно это размещать не будет. Мы, конечно же, пробовали, да, у нас есть кейсы успешного бесплатного размещения, но реалии таковы. Бесплатный этот контент в пресс-релизах не размещается. Поэтому за пресс-релизы, конечно же, журналисты хотят денежек. И пресс-релизы нужно размещать ручками. Но это максимально белые ссылки. Если их, конечно же, грамотно оформлять, не писать просто, заказать у вас эту услугу в этих статьях, а ссылаться только на вас, как на бренд, то для поисковика это будет ссылка белее любого пушистого англорского ролика. Поэтому такой метод тоже рабочий. Если же вы, допустим, кому-то помогли, помогли детдому, помогли приюту для животных, выделили какую-то сумму денег, об этом написали соответствующий контент у себя на сайте с отчетом о вашей работе, у вас в соцсетях есть публикации, которые вы внедрили в эту статью, то, конечно же, вы можете это также поутричить по изданиям тематическим, связаться с рядом блогеров, чтобы они про это написали. Понятно, посчитать бюджет всего этого мероприятия, потому что реально бесплатно захотят разместить только какие-то маленькие издания, и, конечно же, им нужен просто контент, в то время как большие издания за это захотят денег. Ну и, конечно же, уделяйте внимание, что нужно это постоянно утричить и постоянно додавливать. Смотрите, кто вас еще не разместил, а утричьте более свежие новости и рассказывайте, какие вы классные. То есть, соответственно, постарайтесь прорабатывать эти моменты, это то, что называется «любят люди». Люди любят благотворительность, люди любят шок-новости, люди любят развлечения, и, конечно же, про это нужно сообщать. И этот метод линкбилдинга на самом деле тоже является белым, и мы его успешно внедряем. И не скажу, чтобы кто-то из-за этого провалился, только растут. Эти методы не являются агрессивными, там, черными методами, серыми методами. Это не манипуляции с поисковой системой. Фактически, методы построения хороших статей сейчас можно изучить. И на самом деле, любая статья имеет в себе несколько хороших показателей. Например, если вы делаете статью для новости, вы в первую очередь должны использовать фотографию, взятую исключительно со своего сайта. Она должна быть с вашего ресурса вставлена в эту новость. Это правило номер один. Во-вторых, под фотографией нужно обязательно написать источник фотографии, ссылочка на сайт. Это метод получения самой пушистой ссылки. Во-вторых, в тексте материала нужно обязательно написать, кто сообщает эту новость. Допустим, компания такая-то, 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 такая-то сделала вот это действие. Точка. Об этом сообщается на сайте компании название компании. И название компании является анкором. И оно ведет на эту страничку. Соответственно, дальше идет детализация, еще пару-тройку фотографий обязательно взято, откуда они взяты, где сфотографированы, то есть что это такое непосредственно. И вывод, который уже обычно журналисты делают для перелинковки материалов между собой. Это белые методы. На самом деле они не требуют никаких уловок, знаний SEO, они требуют просто грамотного подхода. И мы своих клиентов всегда просим, чтобы они на этом сосредоточились. Резюмируем сегодня все проговоренные методы линкбилдинга. Я могу сказать, что для хорошего линкбилдинга нужно, конечно же, иметь качественный контент. Для получения качественного контента действительно нужно работать. Некоторые виды контента это не статьи, это могут быть даже утилиты, это могут быть какие-то ролики, которые опубликованы. Собственно, исследования. Даже когда вы работаете по технике skyscraper technique или технике небоскреба, как она называется в других изданиях, вам нужно изучить, что в топе, посмотреть, что в топе. По битым ссылкам точно так же может оказаться, что удален был какой-то тул, очень популярный, и вы можете его создать. То есть на самом деле все кроется в том, что нет такого очевидного, что это статья, это сделал копирайтер. Нет, иногда вы можете столкнуться с тем, что при работе с продвижением белым столкнете, что некоторые методы окажутся совсем не очевидными. И вроде бы по этим методикам вы поймете, что контент не создаст вам копирайтер, нанятый за какие-то копейки. Вам придется привлекать каких-то экспертов или заниматься этим контентом самостоятельно, прописывая, выкладывая весь свой опыт. Либо подключать программистов и дизайнеров, чтобы сделать какой-то классный тул, который был удален в какое-то время. Поэтому резюмирую, что здесь нельзя четко спрогнозировать бюджет по этим работам. Но каждый месяц можно грамотно продумать, что будет делаться, как оно будет делаться, если уже подойти в процессе продвижения. На самом деле ни одному клиенту белое SEO план составит с первого месяца невозможно, без детальных исследований, детальных анализов. Даже сейчас я показал, ряд действий требует глубокого анализа, глубокого поиска, который, соответственно, бесплатно никакой SEO делать не будет. Поэтому логично, что в процессе работы эти методы подключаются и после технических оптимизаций, после юзабилити, после, конечно же, анализа конкурентов подключаются. Как делается анализ конкурентов, я рассказывал в прошлом видео. Если вы пропустили, вы можете легко найти его на нашем канале. Не забывайте подписываться, жмем на колокольчик, следим за нашими подкастами и, конечно же, задаем мне прямые вопросики на вебинарах. Всем спасибо и пока-пока!